О, привет, вы уже здесь, выходите. Сейчас покажу, что я нашел на Авито, это клевая металлическая банкетка. Но точнее, это дюраль алюминиевая банкетка, и если вы зайдете в приложение Авито, то сможете найти ее в разделе для дома и дачи, потому как изначально они продавались в паре, но продавец был вполне не против, если я возьму только одну. Так что вы тоже можете успеть забрать такую же себе. Ну, я думаю, пора приступить к ее разборке. Она выполнена методом заливки расплавленного алюминия в форму. Банкетка времен Союза, и качество самой заливки отличное, чего не скажешь про форму, в которую заливался алюминий. Поэтому все три ножки абсолютно уникальны. Крепятся они тремя болтами каждая. Мягкая сидушка у нее уже кем-то переделана, потому как, мне кажется, вряд ли в СССР использовали тигринный рисунок. Да и обтянута она каким-то варварским методом. Еще и зачем-то лист алюминия засунули. Для зачистки старой краски я воспользовался вот таким небольшим набором металлических щеток. Помимо того, что они хорошо вычищают краску из всех углублений, они еще и зашлифовывают все острые углы и риски от напильника. Работа вроде несложная, но в итоге я потратил около пяти часов на зачистку всех четырех элементов. Руки быстро забиваются от того, что дрель постоянно кидает из стороны в сторону. В покраске ничего сложного не было. Обезжирил обезжиривателем, загрунтовал грунтом и покрылся золотой краской с металлическим эффектом. Болты с гайками я также прокрасил. На следующий день краска высохла и я приступил к этапу работы с эпоксидной смолой. Отец занимается кухнями и у него остается много круглых отрезков от столешниц на месте раковины. Один из таких я использую в качестве дна для заливки. Поверженность у него глянцевая, так что проблем с отлипанием возникнуть не должно. Чтобы смола растекалась равномерно, следует проверить уровень горизонта. Трепежные болты ножек будут залиты смолой, но они торчат ниже дна. Поэтому я намечаю в столешнице отверстия и засверливаюсь на глубину этих болтов. Отверстия под болты я заполняю силиконовым герметиком, чтобы резьбу не залила смола. Также промазываю по периметру наш обруч. Через полчаса герметик достаточно полимеризовался, чтобы не дать течь. А это значит, что можно начинать замешивать смолу. И для этого необходимо иметь весы, в моем случае это кухонные с точностью до 1 грамма, чистую тару для замеса и перелива, то, чем можно перемешивать, перчатки, ну и смолу, разумеется. Я использую двухкомпонентную смолу в пропорции 2 компонента А смолы и 1 компонент Б от твердителя. Смолу я заливаю послойно. И в первом слое я добавляю вот такие камешки черного и желтого цвета. Распределить хаотичный рисунок на поверхности я доверил своей жене. И через час, когда смола уже начинает схватываться, я приступаю ко второму замесу. Он уже будет побольше. В общем, сделала еще несколько заливок с добавлением блесток и золотистых пигментов. Чтобы обезопасить смолу от пыли и грязи, сделал простой купол из пленки и ДВП. Смола достаточно жидкая и пузырьки выходят сами, но чтобы уже точно у них не париться, прохожусь по поверхности газовой горелкой. Смолу с золотым металлическим пигментом я буду проливать по периметру нашего обруща, чтобы тем самым закрыть место крепления наших ножек. Ну и чтобы это как-то обыграть, сделали небольшие абстрактные разводы. И, кстати, хочу с вами поделиться. Авито запускает магазин с товарами от блогеров. Там будут продаваться различные вещи. И да, я, кстати, там тоже буду участвовать. И, в частности, от меня будут представлены различные предметы интерьера и мебели. Ну и вот оно что получается. Вот эту самую расчудеснейшую банкетку вы сможете приобрести в этом магазине. Ссылку на него я оставлю в описании к ролику. Ну и, конечно, стоит сказать, что это уже скорее не банкетка, а подставка под какой-нибудь большой цветок. На следующий день смола окончательно застыла. И с помощью стамески ее получилось легко оторвать от столешницы. Осталось только прикрутить ножки и помпезная подставка под цветы готова. Ну а на этом все. И, как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok